Так бойцы Росгвардии проводят задержание преподавателя колледжа. Причина простая, банальная торговля дипломами. Такова версия следствия. Притом делал он это не один в сообщниках супруга, руководительница Рязанского юридического колледжа. Услугой воспользовался не один человек. По данным следствия счет липовым дипломированным специалистам идет на десятки. По данным следствия в период с января по декабрь 2021 года обвиняемые лично либо через посредников получили в качестве коммерческого подкупа более 1 миллиона рублей от 18 жителей Рязанской, Московской области и других регионов России за выточу последним или их родственникам дипломов об окончании образовательного учреждения без фактического обучения. Платили также и за оценки. Зачет и отлично. Сумма варьировалась от 15 до 200 тысяч рублей. Деньги вносили даже за прохождение практики. Естественно, без ее прохождения. В ходе специально подготовленной операции сотрудники УЭППК УМВД при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии одновременно в разных местах Рязани задержали злоумышленников. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. Правда, ответить придется и тем, кто брал, и тем, кто давал. Лица, передавшие обвиняемым коммерческий подкуп, также привлекаются к уголовной ответственности по статьям 204 и 204.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности сотрудников колледжа. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальный срок по статье «Коммерческий подкуп» для одного из руководителей образовательного учреждения 9 лет лишения свободы. Самим взяточникам грозит до 7 лет. И будущие юристы наверняка знали бы об этом, если бы выбрали учебу, а не банальную взятку.